Привет! С вами Виконста. Сегодня мы отправляемся на рынок на текстильщик. Посмотрим цены, ассортимент товаров, ну и прогуляемся по рынку. Сейчас я нахожусь в районе Цирка. Слева у нас Рембы Техника, и мы по проспекту Ленинскому отправляемся туда, в сторону Кировского района. Проедемся по центральным улицам Донецка. Кто давно не видел Донецк, может будет кому-то это интересно. Сегодня суббота, время 10 часов утра. И, как вы знаете, по субботам, по воскресеньям, ну, наверное, большинство жителей по субботам ездят скупляться на рынке. То есть это единственный, наверное, день в неделе, когда, ну, большинство жителей и людей отдыхают, и поэтому все едут на рынок, на базар, тарятся продуктами. У нас в крови заложена, наверное, какая-то микроклетка, которая отвечает за запасы продуктов. Ну, это я считаю по себе. Почему? Потому что я любитель запасаться. То есть там мясо, фрукты, овощи, особенно вот в больших количествах. Там морозилку забил и месяц-полтора вообще туда не заглядываю. Просто стикерами подписываем. Берем там на суп, на борщ, на второе блюдо. И просто достаем с морозилки, чтобы каждый день не ходить и не брать. Да, может, вы скажете, что в морозилке оно там не такое свежее будет. Ну, все это ерунда. Почему? Потому что вы не знаете, сколько это мясо пролежало до вашей покупки. Поэтому как-то так. Смотрите, солнышко светит. Красиво. На фоне у нас храм Петра и Февронии. Шикарное они место выбрали. И там чуть выше парк и центр славянской культуры. Тут плитка такая выстелена. Я в пару видеоролика говорил уже о том, что даже летом здесь очень скользко. То есть смотрите, когда вы спускаетесь, будьте предельно внимательны и аккуратны. Очень плохое сцепление покрышек с дорогой. Плитка очень гладкая и буквально неосторожное какое-то движение. И машина срывается в букс. А если выпадет дождь, либо снег, то вообще. Особенно такая температура неподходящая. Там 0, плюс 1. Вот так. То это вообще капец. Просто не трасса какая-то, а сплошной каток. Так что будьте внимательны. Ну и вот сам парк. Там вечный огонь стоит. И вот там ворота. Вход. Но это район АЦКБ. С той стороны там шаурму продают. Ну посетителей нет пока. Почему? Потому что раннее утро. Кому интересно, курс гривны 2.63. Покупка 2.73. Продажа. 72.75. Это покупка и продажа доллара. Меня смотрят с разных городов, с разных регионов. Поэтому я хочу попросить вас не забывать в комментариях писать, сравнивать цены, которые у вас на рынке. Это очень интересно. К примеру, можно там сравнить цены в Донецке и в Киеве. Цены на продукты всегда популярны, интересны. Можно там выезд с другого города. Или может с Российской Федерации. Либо с Беларуси. Казахстан. Меня очень много подписчиков смотрят с дальнего зарубежья. Поэтому будет интересно сравнить в комментариях. Ну и мне почитать, какие же у вас там реальные цены. Видите, с правой стороны Донецк надпись. И вот новые пластиковые трубы. Здесь по техническому паспорту должны прокладывать новый маршрут. Маршрут трубопровод. Видимо, куда-то воду будут еще везти. Ну и завод по производству конфет. Раньше он назывался Киевконти. Сейчас Донку. Постоянно переименовывают. Поэтому не факт, что в следующий раз, когда мы будем проезжать, название уже будет совершенно другое. Но конфеты эти продаются везде. Я вам так скажу. Конфеты донецкие. Очень вкусные. Я думаю, тот, кто распробовал. Особенно Джеки. Либо Гулливеры. Конечно, ну, очень хороший вкус. Следят за качеством. Сейчас я вам скажу актуальные цены на горючку. Сотый 65, пятый 55, второй 52, дизель 54 и газ пропан 38 рублей. С левой стороны, видите, салон этот пустует. Раньше здесь продавали Hyundai и Lada. Тут новый салон, Avantgarde. Раньше здесь был Infiniti. Но сейчас там продают абсолютно новые машины, привезенные с Российской Федерации. В Донецке есть автосалоны. Они работают. И вы можете заказать абсолютно новые автомобили. Вам просто привезут его с Российской Федерации, растаможат и поставят на местный учет. То есть на рынке можно купить как бэушный автомобиль, так и новый, абсолютно новый. Зелок тарахтит потихоньку, не спеша, поворачивает налево. Здесь шиномонтаж. Сколько лет живу, постоянно здесь был шиномонтаж. Вот 17-й троллейбус. Ходит от проспекта Панфилова до площади Свободы. Там заворачивает, делает круг. И потом повторно едет обратно на Панфилово. Ну и площадь Свободы. Двое третьего ждут. Здесь хоть нормальные полицейские положили. С той стороны они немножко повыше. И если с большой скоростью проехать, то лично у меня пробивает заднюю подвеску. Амортизатор на всю высоту вытягивается и уже работает на отбой. Ну это мы уже въезжаем на штаны. Так называется этот микрорайон. Почему? Потому что здесь дорога идет в сторону текстильщика. А вот если повернуть туда налево и проехать метров 150-200, то дорога будет идти со стороны текстильщика. Здесь одностороннее движение. И там по ту сторону тоже одностороннее движение. В итоге у нас разветвление с одного места. Здесь штанина и здесь штанина. Поэтому назвали штаны. Здесь есть база, которая осуществляет продажу дерева. Видите, склады какие. И там брусья можно покупать. Всякие подставки, доски. Кто строит, может кому-то что-то надо, то приезжают сюда и на складах закупаются. Смотрите, вот это остановка гараж. Кто не знает, если повернуть на светофоре налево и сразу же направо, то там есть овощная база. И там можно купить продукты намного дешевле, чем на рынке. Если вы хотите сэкономить, то, пожалуйста, приезжайте, смотрите. Если вас все устроит, то покупайте. Видите, вон, смотрите, направо поворачиваются и какая очередь. Уже начался сезон закупки на зиму, поэтому многие приезжают и тарятся. Очень много людей там. Можно также проехать здесь через автомойку. Ну, смотрите. А нет, уже закрыли проезд. Натянули красную такую защитную ленту. Я когда ехал с Петровки, в прошлый раз брал себе картошку и лук, то там с правой стороны можно было через автомойку заехать. Но сейчас уже, к сожалению, закрыли этот проезд. Ну и вот мы подъезжаем к текстильщику. Это у нас остановка училища. Здесь начинаются ряды. Текстильщик, это, наверное, один из самых больших рынков в Донецке. По популярности, мне кажется, это самый лучший рынок. Почему здесь очень хороший выбор как продуктов, так и одежды. Еще очень большой рынок это на ЖД вокзале. Но не каждому с руки ехать туда. Мне, к примеру, проще приехать на текстильщик. Мне он как-то роднее. Я вырос на Петровке. Сначала у нас рынок на Трудовских был вообще близко возле моего дома. Там люди приезжали с Углидара, с Красногоровки, с Марьинки, с Максимильяновки, с Курахова самого. Ехали, в общем, со всей округи и продавали там очень вкусные товары. Я помню с детства еще. Особенно там яйца домашние, курицу. Чуть побольше места стало и сделали авторынок. Помню, когда маленький был, приезжали на рынок Трудовский из города люди. Скупали быстро все товары. Там в 6, в полседьмого утра. И потом в город же обратно ехали, перепродавали чуть дороже на других рынках. Вот так раньше и зарабатывали деньги. Сюда приехали, подешевле все скупили. В основном люди приезжали с сел, с поселков. Там, где покупательская способность у людей очень маленькая. Здесь все-таки Донецк, город большой. И поэтому очень много людей приезжали, чтобы здесь побыстрее продать товар и уехать домой к себе обратно в село, там заниматься хозяйством. И вот это ж многие приезжали, быстренько все скупали по дешевке и опять в город с утречка уже все перепродавали. Приехали мы уже. Видите, смотрите, левая сторона вся заставлена. Приходится ставить машину вот с правой стороны. Выходим и идем на рынок. Рынок поделен на части. Здесь можно одежду купить. Видите, ряды одежда, обувь. А тут уже идут продукты. Продуктовые ряды. Это первый ряд. Это ряд овощей, фруктов. Вот начинается с левой стороны белье, пледы, одеяло. И там уже тоже начинаются овощи, фрукты. Видите, индюк какой лежит. Здоровый. Подскажете, индюк какой? 350. 350. Яйца перепелиные в капуце. Видели, какой здоровый. Она, кстати, очень сытная, полезная и диетическая. Но не каждый будет покупать целого индюка. А у вас баранины нет, да? Баранины, только телетилка. А баранина? Это если с лучком запечь в духовке. Да. Будет отлично, да? Отдайте мне килограммчика полтора. Пожалуйста. Хотел баранины еще поехать купить. Наверное, чуть дальше, да? Да, вы пройдете. Я не знаю, уродыка есть с баранины, ребят? Основалаяся ребра, не помню. На дуль-дуль-кабоб сделать. Вот такие кусочки. Отлично, давайте. Ушея подешевела, да? Да. Была 450 на день шахтера. Ну сейчас можно и... Так, вам надо полтора, правильно? Ну да, полтора килограмма. Скажите, килограммчика можно? Конечно. Без проблем. А на ютуб-канале Виконста. 560, да? 546. А, 546. Возьмите 550. Приехал на рынок цены показать, поснимать. Так, периодически? Да, периодически. Так, чтобы люди не забывали, все просят. Хотя эта тема одна и та же вроде, но всем интересно. Спасибо. 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 Дешевле, конечно. Я на крытом приходил. Вот такое сало, вот почем тут у вас, 300, там по 400, по 420 продают. А соленое вообще я как-то заходил, ну, наверное, прошлой осенью снимал. 500, да, 520. Я говорю, сильно что-то дорого. Не, ну что ты хотел? Вкусное, наверное. Я говорю, ну да. Давайте, счастливо. Сейчас надо еще взять челятины, говядины. Утки, куры-бройлеры по 230 рублей. Смотрите, мясо завалено, очень много всего. Как такая я умилец, я же видела, что ты ее же мне направляешь. Да, да. Здравствуйте, а свинных ребер нет у вас? Только вот такие. Только такие. Да, чисто так отварить, наверное, да, можно будет. Можно режать, смотрите, по ребраме жарить, хоть на костре хоть так жарить. А можно мне два кусочка. Пожалуйста. А этот еще такой, вот. Давайте вот этот, который крайний, да, мне кажется, он более мясистый. Да, да. А можно мне одного кролика? Да, пожалуйста. Вот этого. Вот этого. Рабку убираем или пусть? Нет, пусть будет. 500. Сейчас еще 50 рублей. Спасибо большое. А не подскажите, а баранина там чуть дальше, да? Или я прошел? Вот на штуке баранина. Паранина, парень, баранина. Не стояли возле него, нету? Нет, нет, я просто там уже прошел. Ага, там дальше мои стоят. Понял, спасибо. Видите, я люблю закупаться так, побольше. И разное. А надо, я не купил. Да уже купил, а что у вас есть вкусное? А что вам надо? А мне свиных ребер бы еще взять. Уже закончились? Да, конечно, пришел. Да? А во сколько надо приезжать? Ну, мы с шести. С шести? Так, текстильщик же поздний рынок. Я тебя умоляю. А я как-то приехал сюда в 8 утра здесь, только вон еще эти... Обалдеть. Скидывали. Тряпки. Да, ну вообще, я говорю. Матрошот. Мы, ну они, мы с подневольными. И цены, смотрю, упали. Да. 450 шея была на празднике. Думаю, ничего себе. Думаю, недельки две, три потерпеть, и уже можно чуть подешевле брать. Ну ладно. Так, поприходите. Та уже поздно. Ботарейки, клейку. Так, дальше идет рыбный отдел. Синец по 150. Пеленбас по 200. А свежачок по 180. Чуть, чуть поменьше. Видите, какая толпа идет. Вот это все рыба. Карась по 130 такой, под килограммчик. Сейчас надо по овощам чуть прогуляться. Зайти масло колхозного купить. Ну, яйца по 90. По 100 это крупные. А чуть помельче, такие по 75. Маленькие вообще по 50 рублей яйца. Дыня по 55. Сейчас надо масточка еще взять колхозного. Мед. Здрасте. Да, сегодня я решил заснять. А то все просят, что не приезжаешь на текстильщик. Требую, да. Ну что, требую, значит, надо делать. Так, а мне надо жареного 2 по литру. А этот мед, кстати, вот этот вот. Если трехлитровая банка, то сколько выйдет? Да. 1800. А собирали его, наверное, в августе месяце. Да, это луговое соцветие. Спасол. А где пасека стоит? В Тельбоново. Да, у нас там пасека. Наверное, на самый первый это майский, да, разнотравья дорогой. Акация. Акация, да. В основном акация. Он, как правило, самый дорогой. А этот уже последний нам подешил. Так, сколько с меня? 250. Так, 250. 10 будет, да? Да, мелочь уже всю раздал. Если же нанеси где-то. Да, ну конечно. 3 рубля. Ну все, 7 рублей потом. И на следующий раз будет повод прийти еще. Это бонусы, скидки будут. Я думаю, можно будет. Все, спасибо большое. Так, виноград. Без косточки. Нежно без косточки. Так, мне нужно еще перец взять, только хороший. На дуль-дуль-кабоб. Что делать? Дуль-дуль-кабоб. Ну это в казане готовится мясо. А мне такой, который не сильно плотный. Ну давайте такой. Сколько? Штук, наверное, 7. Получается мясо с овощами запекается. На 26. И еще рублей на 70 помидор, сливку. А 74? На 74. И будет 100. Ну будет почти 100. Ладно, тяжелый курс. Что? Тебе с походом как глупер. Ну да. Когда я ставлю селфи сделаю? На аватарку поставлю. Так хоть сейчас. Можно заселфиться, потом себя на видео посмотрите. Не, ну потом можно скриншот будет сделать. Я тебе объясняю, у меня такой телефон твоей сделает. А, телефон такой? Ну с компьютера-то-да, с планшета. У нас микрокамера. Микро-да. А что микро? Она нормальная. Там много. 100 рублей. 100 рублей. Что-что? 100 рублей. Нет, там мне надо идти телефон брать. Рынки снимают. Ну да. Да не только рынки. Отдых в Седово был. Я не видел. Ездил везде. Нанимать раз нужно на свадьбу, на мероприятие. Нет, свадьбу только друга свою снимал и все. А так по свадьбам я не сильно практикую. Ладно, в следующий раз. Все, давайте счастливо. 25-60. Взял овощей. Теперь осталось только баранину найти. Арбуз. Шампиньоны 160. Вешенки, кстати, по 150 рублей. Виноград по 100. Медовый. Персики, нектарины. Виноград. Этот по 120 без косточки. А можно мне пару веточек. Таких рублей может на 200, чтобы вышло. А там одна большая. А, там одна большая? Большая. Ну так, чтобы. Так рублей на 200. Ого, тут веточки. А как они так растут, не падают? Они же там виноградники, это же крымские. А, это с Крыма прям? Вкусные, наверное. Там до ровной суммы никак не получится. Ну, я же и хочу. Там, если что, оторвите, добавьте. То с мелочью. Не сильно густо у всех. Больше трех. Угу. 190. Спасибо большое. Молдова. Вот я очень умрел. Конфеты. Баранина. Где-то я слышал баранину. Так, баранину я там не нашел. Ничего. Да ну нет ни у кого. Да, давайте, наверное. Такую, чтобы... А мякоть, она не пойдет, да, на запекание? Почему? Пойдет, да? Дать мягкую. Именно, чтобы она как... Именно мягкая. На волокна разваливалась. Ну, хорошо, давайте этот кусочек. Именно то, что мягкая. Вот такую. 578. 578. Так, 500 и 600. А сколько там по вес? 1,220 кг. А, отлично вообще. Утку видел. Надо будет утку еще купить. Чтоб уже раз приехал. Уточку. Хорошую. Уточку мне одну. Как скажете. Побольше никакую вам, да? Да, не принципиально. Это вроде хорошо лежит, смотрится. Да. Приятного аппетита. Приятного аппетита. На 710 рублей. 500. 700. Сейчас здесь рубля еще. Большие утки. Муларды, да. Вы, по-моему, муларды брали. Да, здорово. А я тоже брал. Ну, это, наверное, может месяц назад. Приятно. Приезжаю раз скупиться и чтобы потом не ездить. Вот так правильно. На неделю скупили сюда. Да даже и больше. На месяц. Ну, ясно. Ходит, гребет все. Все с сумками. Эти лук по 50. Такой лук, кстати, я брал по 26 или по 27 рублей на овощной базе. Белый лук. Арбуз по 12, яблоки. Виноград. Тоже арбуз по 12. Я в молоке был. Такая же цена. А на базе там поскольку по 5, по 4 уже продают. Вот единицы. Огурцы домашние по 90. Помидоры по полтиннику. Ну, в принципе, я все взял. То, что хотел. Даже чуть больше. Нагреб всего. Здесь рассаду продают. Цветы. Зелень. И там начинаются ковры, курточки. Там можно подшить. Ну, вот мы с этой стороны зашли и отсюда же выходим. Еду уже на Петровском кольце. А я сейчас хочу вам показать, какой же здесь рынок в субботу. Вот так поверхностно. Мимо еду. Думаю, может кому-то будет интересно. Тут начали продавать. В основном, такую свою продукцию. Вот видите, с левой стороны сразу же. Там кто, что собрал дома. И выходят, продают. И смотрите, какая очередь. Это все на рынок едут. И вот 42 забитый. Забитый. Смотрите, сколько народу. Рынок тоже пользуется спросом. Почему? Потому что не каждый поедет на текстильщик. Тут все-таки чуть поближе даже ехать. Ну, вот еще остановка. Видите, все заставлено машинами. Вот дед выехал. Нормально. Еще и подрезал. Сегодня мы побывали на рынке на текстильщике. Показал я вам некоторые цены на продукты питания. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну и, конечно, пишите комментарии. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока! Пока!